Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер. Родион Золотарев. И с нами на прямой связи по скайпу сегодня депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов. Здравствуйте, Виталий Валентинович. Здравствуйте. Виталий Валентинович, информационные агентства сообщали на днях, шумели о том, что на вас напали. Что случилось? Я тоже так удивился, что случилось. Почему напали? Кто напал вообще? Мне звонят люди, говорят, кто тебя там? Давай мы наедем, давай мы сейчас ответку кинем. Нет, конечно же, был конфликт у меня на платные парковки, потому что я считаю, что платные парковки негодяи. И я считаю, что те люди, которые не умеют работать, ну вот не умеют, да, ну руки растут из одного места. Вот и они очень жестокие. И куда они идут? Они идут работать коллекторами, да. Те, кого выгнали из коллекторов за то, что они совсем не умеют работать, идут платными эвакуаторщиками работать, потому что они совсем бесталантные, сволочи. Вот. И это люди, которые утаскивают ваши автомобили, которые никому не мешают, они никаким образом не мешают проходу проезда, просто они хотят заработать на вас, украв ваш автомобиль. И все это имеет очень жидкую правовую основу. И просто именно для того, чтобы понять, как это все в Петербурге и в других городах работает, вернее, какие слабые места, где произвести точечный удар, чтобы эта система померла к удовольствию всех людей. Я бы туда и поехал посмотреть. Ну вот появились новости и с такими заголовками, я просто процитирую, чтобы было ясно, Милонов, обвинивший эвакуаторщиков его машиной в бандитизме, ранее сам голосовал за закон оплатной эвакуации. Вы действительно голосовали за этот закон в Государственной Думе? Потому что там прикреплен непосредственно документ, где ваша подпись стоит за этот закон. А, ну, понимаете, в чем дело? Конечно, можно обвинить любого человека в том, что он там живет где-то, еще где-то находится. Платная эвакуация, которая сейчас в Петербурге действует, она происходит не по закону. Почему я туда и приехал? Потому что закон нарушается. Закон-то не действует. И когда мы вводили вообще понятие эвакуации впервые в городе такое, это было лет 10 назад, тогда мы отталкивались от того, что эвакуация не должна быть правовой базой для эвакуации тех машин, которые мешают проезду. Но это превратилось не в это, это превратилось в беспредел. Поэтому, да, конечно, в законе есть неточности, как и во многих других законах. Но это нормальная абсолютно функция законодателей, корректировать принятые законы из-за того, что что-то нужно доработать. Это нормально. Даже конституция меняется. Это не священное писание, поэтому, собственно говоря, спокойно можно этот текст чуть-чуть поменять, чтобы не было нарушений таких, как есть сейчас. Но вы голосовали за этот закон ранее? Я голосовал за закон, позволяющий эвакуировать машины. То, во что этот закон превратился, мы за это не голосовали. И я не понимаю тех троллей, которые вместо сути, я думаю, что это тролли, которые наняты на деньги у этих компаний, которые занимаются платной эвакуацией, потому что они пытаются замылить разговор. Есть проблема. Есть платная эвакуация. Платная эвакуация не нравится, ну, и мнение большинству людей не нравится. Ее можно немножко скорректировать. Давайте думать о том, как скорректировать. Нет, давайте будем обсуждать, кто когда родился, кто когда женился и кто за что голосовал. Вопрос другой. Сейчас вопрос стоит где-то, вопрос поменять. Давайте менять, а не будем обсуждать, кто голосовал. Да, я голосовал из закона платной эвакуации. Да, это было нам подано по-другому. Да, тогда мы первый раз это вводили в город. Возможно, мы ошибались. И это нормальное состояние для любого живого человека – ошибаться. Нормальный человек от идиота отличается тем, что он не начинает вспоминать, где там кто-кто когда голосовал. Наоборот, признается, да, мы здесь были неточны, мы хотим исправить свою ошибку. Вот это, мне кажется, абсолютно нормальная жизнь законодательного органа. Вы на своей странице написали в Инстаграме, что платная эвакуация – это ошибка. Вы написали такой пост. Как часто вы признаете в жизни свои ошибки? Можете поменять свое мнение ввиду того, что, ну, как вы сами сказали, не ошибается, наверное, только тот, кто ничего не делает. Вот как часто вы признаете свои ошибки в жизни? Ну, не ошибается только покойник, наверное. Если мы берем человека, то все остальное, оно, все остальные свойства, всем остальным свойственно ошибаться. Мы очень легко и с большим удовольствием указываем на ошибки других, особенно власть имущих. Но на свои собственные ошибки мы, ну, мы забываем это рассказывать. Но да, мы ошибаемся, я ошибаюсь, очень часто ошибаюсь. Вот совершил там поворот налево, налево нельзя поворачивать. Ошибся, ошибся. Вопросов нет. Превысил скорость – ошибся, да. Виноват. Но если ты скажешь, что ты превысил скорость – не виноват, все люди тебя поймут. Если ты будешь говорить, это был не я, это был водитель, который без меня поехал, а на самом деле на фото я там ты, ты на самом деле вруном становишься. Поэтому, да, любой политик, неполитик, чиновник, бизнесмен, банкир, военнослужащий может ошибаться. Даже журналист тоже может ошибаться. Но вам приходится жалеть о своих ошибках? Вот есть те ошибки, которые, скажем, вы бы хотели исправить, но уже не можете? Ну, конечно, у каждого человека есть те шаги, которые он совершил ошибочно, и последствия которых он осознал, может быть, даже не сразу, а через какое-то время. Конечно, осознаешь, конечно, понимаешь. Но это, мне кажется, присуще абсолютно любому человеку. Виталий Валентинович, чисто теоретически, можно ли представить, что то, как вы поменяли свою точку зрения относительно платных парковок ввиду времени и обстоятельств, вы также поменяете свою точку зрения и относительно гомосексуалистов однажды? А как так? А я просто не знаю, как это может быть? Ведь просто я раньше не знал, что эвакуаторщики, так же, как и коллекторы, являются братьями гомосексуалистов. Я просто об этом не знал. А теперь, а свет от истины мне открыл, что эвакуаторщики, коллекторы – это самые худшие из всех гомосексуалистов, которые есть на Земле. А какая связь? Что общего, на ваш взгляд, у коллекторов? Они все измельченцы. Чем вы можете это аргументировать? Нормально, человек пойдет вкрасть вашу машину, и потом за деньги ее вам дать возможность выкупить. Не, ну, конечно, это… Я считаю, что те люди, которые работают в платной эвакуации, это люди, которые, ну, мне кажется, спокойно пойдут там работать на полицаев в оккупационном режиме каком-то, да. Вот эти люди совершенно… Это те, которые готовы бить собственных сограждан, собственных соседей ради прибыли или ради каких-то фит, там, пряников, которые они извлекают. То есть это такой зашкварь глобальный, и нормальный человек на него никогда не пройдет. Но, Виталий Валентинович, это работа, за необходимость которой вы и голосовали, то есть и за этих сотрудников вы также голосовали, за их деятельность? Окей. Мы все голосовали, мы все принимали конституции, не знаю, законы, которые предусматривают наличие тюрем. Правильно? Но если мы тюрьмы, ну, мы согласились, что тюрьмы должны быть, то мы не согласились, что иногда в этих тюрьмах пытают людей. Мы же за это не голосовали, мы же этого не соглашались. Мы говорим, что должна быть мощная полиция, но мы против того, чтобы эта мощная полиция по беспределу, незаконно или там чрезвычайно жестоко хватала людей на улицах. Это разные вещи. Эвакуация, она должна быть эвакуацией, потому что негодяи и хамы, они будут, к сожалению, находиться в нашем обществе. И мы должны сделать эвакуацию, которая от этих негодяев и хамов нас освободит. Но это должно быть, ну, на другой основе. Это должна быть государственная функция, а не частная. Потому что следующим этапом, хорошо, вы едете со скоростью 100 км в час, а можно 60. Вам тогда по логике нужно прострелить покрышки или проколоть шины, чтобы вы не нарушали скоростной режим. То есть, что касается гомосексуалистов, мнение не поменяйте, если возвращаясь к моему вопросу, который был до этого. Может ли что-то произойти, что вы измените свое отношение к людям нетрадиционной ориентации? Как вы считаете? Список может расширяться. Но, видите, вот с тех пор туда попали коллекторы и эвакуаторщики. Кто следующий? А кто следующий, кстати? Есть кто-то, кто находится на грани, скажем так, в группе риска, если выражаться вашим языком? Нет, конечно, конечно. Есть такие люди, но если говорить серьезно, то... Наша скромная миссия избавления мира от зла, она подразумевает веру до последнего в то, что человек не хочет быть злым. Он хочет быть добрым, но он ошибается. И до последнего ты даешь возможность ему исправиться. И с теми же самыми парковщиками полгода назад я уже этот вопрос им как бы задавал, поднимал. Ребята, давайте корректировать свою позицию. Но нет, это большие деньги, они предпочитают зарабатывать, а не корректировать позицию. Ну, много было у вас высказываний по поводу, опять же, возвращаясь к лицам нетрадиционной ориентации, не будем акцентироваться на каком-то из них. Но вот у меня такой вопрос. Бог, как известно, согласно религиозной концепции, он – это абсолютная любовь. По крайней мере, как принято считать. Считаете ли вы, что лица нетрадиционной ориентации, ее также заслуживают со стороны общества, вот этой любви всеобъеблющей Господа? Господи, я-то думал, вы при парковщиках, а вы при голубых. Вы сказали, что они тоже входит в список, и парковщики все это в одном списке. Господь, конечно, но вы поймите, прощение человека невозможно без его доброй воли. То есть человек, который является носителем того или иного порока и осознает свой порок, он на пути к исцелению. Он считает, что этот порок неправильный, что он хочет его изменить. Хочет изменить свой статус, чтобы этого порока не было, или еще что-то. То есть он тяготится каким-то тьмой. А в том виде, в котором мы сейчас видим движение, кстати, в Балтийских странах и во многих других, когда эти люди начинают гордиться своим пороком, вот это большая проблема. Пороком нельзя гордиться, порок – это порок. Поэтому, если у тебя вот эта проблема есть, то это не делает автоматически тебя нелюдим. Нет, конечно. У нас у всех есть какие-то проблемы, и большие, и меньшие, различные. Но вопрос к подходу. И, по-моему, Господь любит всех людей, но Он не любит тот грех, который в них культивируется. Он не хочет, чтобы Он у них был. И я не хочу, чтобы у них был. Поэтому я каждое 1 мая останавливаю колонну гей-парада в Петербург. Все, стоп. Все, дороги нет больше. Все, остановились, пошли нафиг отсюда. То есть здесь только путь для нормальных. Откажитесь от своей гомосятины и идите нормально под флагами 1 мая. Празднуйте 1 мая, но без гомосятина. Гомосятины и 1 мая несовместимы. В 2013 году Вы встречались с британским актером Стивеном Фраем. Это британский актер, так я уже сказала, он приехал в Россию снимать фильм об отношениях к геям на территории страны. Как Вам Стивен Фрай? Ну, болезный, конечно, парень. Он слишком, как бы я Вам сказал, ну такой, он слишком эмоциональный. Хотя надо отличать игру, он мастерский актер, от реальной жизни. И то, что он делает на камеру, как бы даже имитируя свои эмоции, искренние возмущения, и то, что происходит после того, как камера выключается. То есть это очень часто бывает с западными журналистами, которыми я часто общаюсь, они изначально говорят там, вот ты негодяй, Russian bastard. А потом, когда камера выключается, да ладно, парнишка, все отлично, нормально там. Поэтому надо очень сильно понимать, что Стивен Фрай и все остальные люди – это актеры. Актеры, которые никогда Вам правды не скажут. Но Стивен Фрай – открытый гей, Вам было комфортно? Почему Вы согласились на встречу с ним? Ну я же депутат, я же должен со всеми встречаться избирателями. Даже если не мой избиратель, он избиратель Терезы Мэй. Но тоже, ну он же тоже человек, что я буду его обижать-то так. Попросил, ладно, и турист приехал, мы с ним поговорили. Ну насколько комфортно Вам было в диалоге с ним? Слушайте, на самом деле, если Вы хотите узнать… Да, Виталий Валюбинович, Вы вот сейчас вернулись как раз снова к нам. Если понять, что он, ну, как бы, такой открытый гей, то это очень единственный открытый гей. Так, пропадает у нас сигнал. Почему-то пропадает. Да, пропадает после меня, по-моему, телефон. Стивен Фрай не единственный голубой, который ко мне приезжал, известный западный человек, но он немножко, может быть, более эмоциональный, чем другие. Собственно говоря, я, когда общаюсь с человеком, у меня есть такая странная черта, я вообще не смотрю, что у меня там в штанах находится, я в замочную скважину не подглядываю, и вообще неинтересно. Вот мы с Вами общаемся, какие-то наши интимные моменты, не вам, не мне, ну, это глупо о них говорить, потому что мы нормальные люди, мы разговариваем, мы ходим в магазин, в автосервис, мы вызываем сантехника. Мы не интересуемся личной жизнью сантехника. Это же не немецкий фильм. Поэтому, собственно говоря, абсолютно нормально, когда к тебе приходит человек, и ты говоришь о каких-то ценностных вещах, о разном отношении к этим вещам. Это даже интересно. Да сам Господь пришел к кому? Он, когда пришел в этот наш мир, он же не ходил по вельможам таким, по чиновникам, по священникам. Нет, он сказал, во враче нуждаются больные. Поэтому я хожу, тоже с ними общаюсь, и с проститутками, и с бандитами, и с голубыми, потому что, говорю, ребята, давайте отказывайтесь. Вон, как мы переделали Жерарда Депардье, который из вашего Евросоюза к нам сбежал, понюхал воздуха Мордовского, на клюковке настоянного, на брусничных ароматах, съездил к Рамзану Ахматычу, сказал, ненавижу больше гомосятину европейскую, не такой я больше, девчулю мне подавай, нормальный я парень стал. Поэтому, в общем, видите, даже падший Жерарда Депардье при вкусе, в правильных ценностях, стал нормальным парнем. И другой тоже, может, Стивен Фрай перестанет разгуливать, извините меня, без трусов. Да, вы пропали. Стивен Фрай тоже, может, перестанет разгуливать без трусов, и тоже станет нормальным чуваком. Вот все-таки, если говорить о вас, потому что ведь вас тоже воспринимают, ну, мягко скажем, неоднозначно, кто-то называет вас фриком, кто-то даже называет вас мракобесом. Как вы относитесь к таким обозначениям, когда к вам это относится? Слушайте, я вот общаюсь с большим количеством людей, и никто меня фриком не называет, из тех, кого я знаю, с кем я общаюсь. Но есть какие-то понятные, что есть элементы современных интернет-воин, информационных воин. Надо сказать, вот Милонов фрик, хорошо, вот я, вот я здесь, вот вы меня видите в камеру, вот вы, да. Ну, давайте, давайте, вот в чем я фрик? В чем я должен быть фриком? Где я, что я там, не знаю, ем кошек по ночам? Что? Я кошек люблю, собак люблю, у меня больше кошек, чем у любого интернет-блогера, у меня 4 штуки кошки, что еще нужно? У меня еж живет, черепахи, шестеро детей. Ребят, когда мы говорим, понимаете, просто вот все эти мемы и статусы интернета, они не подразумевают какого-то дуплексного режима, да, то есть они не подразумевают никакой реакции и беседы. Есть какой-то образ, да, который навязывается, вот он такой, да, и все. Ну, это стиль, там, московского бывшего лидера, там, Алексея Навального. Вот он выступил в красивой белой рубашечке, назвал кого-то какашкой, да, и ушел. А отвечать он уже не хочет, потому что он уже проповедь свою, так сказать, произнес на своей черной месте у пергамского алтаря, и все, все закончилось. Ни ответов, ни приветов он не хочет дискутировать, не хочет обсуждать. И я с ними хочу обсуждать. Но я очень люблю общаться, как раз, в той аудитории, которая априори такая некомплиментарная. Я люблю, там, с молодежью повстречаться, в университете где-то приехать, в тусовку, в клуб какой-нибудь, меня иногда приглашают тоже, там, давайте, там, поболтаем. Очень интересно, потому что самое приятное, когда ты, вот, какие-то мифы разрушаешь, разрушаешь, как эти британские парни в фильме, там, разрушители легенд, да, вот, ты приходишь и разрушаешь легенды. Есть в Питере группа такая, Гопота называется, они, ну, музыку сочинили, песню, там, Милонов, там, борются с геями, и они в ночных клубах ее гоняют, и меня иногда приглашают, я с ними вместе на сцене, там, тусуюсь, там, очень классно, там, все это молодежь, и мы болтаем, и, ну, я не знаю, ни один человек после личного общения меня фриком не называет, хотя, ну, если называют фриком, значит, по крайней мере, ты не бесславный, безвликий, бездушный синий пиджак с баблом, понимаете, вот это самое плохое, что может быть у политика и общественного ведения, когда он безвкусный. Ты не паряник, что всем нравится, совершенно понятно, но если ты занимаешься какой-то своей работой, и никто не скажет, кто ты такой, чем ты занимаешься, что ты делаешь, а скажет, а что это за фамилия такая, или там, ой, а это не родственник того-то, да, я не родственник кого-то, я сам по себе, и готов, и готов с удовольствием всегда общаться с людьми, которые хотят мне задать вопросы. У нас звонок, есть как раз радиослушатель на линии, слушаем вас, здравствуйте. Да, говорите, пожалуйста. Так, пропал радиослушатель, 672-12-93-9, и 672-13-93-9, телефона прямого эфира в нашей студии, еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Ольга. Да, Ольга, задавайте вопрос. Господин Милонов. Да, у меня вопрос. Господин Милонов, вот вы хотите, чтобы эта категория людей отказалась от гомосятины, но как они могут это сделать, когда им за это платят? Вот, вы понимаете, это халявное бабло, это просто невозможно, они же не могут ни работать, ничего, значит, они всегда будут на этой подпитке, значит, надо обратиться с тем, кто им платит. Спасибо. Да, спасибо вам. Скорее реплика, чем вопрос, но тем не менее. Ну, не, я так не считаю. Я думаю, что, конечно, платят тем, кто является организаторами этих всяких сообществ, там, модераторами пабликов и так далее, да, они получают деньги. А просто люди, ну, они, в общем, довольно странно заблудшие, но тем не менее большинство из них, они не являются агентами госдепа, да, которыми платят, там, бочку ларенья, корзину печенья не дают. Ну, так вот, такая у них беда есть, такое заблуждение, психическое расстройство. Раньше просто, когда считали их больными людьми, то правильно относились, гуманно, в общем, не обзывали их, никак не стебали, просто, ну, болезные, что с него возьмешь? А сейчас они, как бы, говорят, что они не болеют, не болящие, ну, тоже верно. 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните, Валерий Милонов, депутат Государственной Думы России, у нас на прямой связи. Сегодня в программе абонент доступен. Да, Виталий Милонов с нами на связи. Виталий Валентинович, вот по поводу синих пиджаков вы сказали, опубликованы были декларации о доходах депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Ваш доход, если вы не против, он известен, я озвучу, 4 миллиона 743 тысячи 55 рублей 93 копейки. По крайней мере, то, что задекларировано было. Но в пятерку депутатов с самым большим доходом вошли депутаты Единороссия, вот партия Единая Россия. Например, там Григорий Аникеев, там больше, более 2 миллиардов рублей его доход. Что вы думаете о таких больших доходах депутатов, слух народа, учитывая, что, как сказал президент, во время обращения к Федеральному собранию, 19 миллионов россиян находятся за чертой бедности. Что вы думаете о таких больших доходах депутатов, ваших коллег? Я ничего не думаю, потому что все, я буду осуждать кого-то. Я готов за себя отвечать. Вот за себя я готов отвечать. Мне постоянно мордой дычат. Я читаю паблики разные, очень смешно. Одни пишут, смотри, у него 4,5 миллиона дохода. Вот он зажрался, скотина. А это вот зарплата, да. Не я ее себе назначил. Мне такую зарплату назначила, как бы, вот изначально, до меня за много созывов, до меня Госдума приняла. Кстати, приняла по предложению коммунистов, а не каких-то единороссов. Ладно. Другие пишут, понятно, что-то у него 4 миллиона всего-навсего. Видимо, прячут что-то. Что это он тут прибедняется? То есть ты удовлетворить человека, который заточен на негатив информационный, не сможешь никогда. И то, что единороссы, как и члены других партий, это такие же люди, которые, в общем, не с Луны к нам прилетели, их не из штата Висконсина к нам прислали. Это такие же, как наши соседи. Это люди, которые, да, у них есть плюсы, минусы. И чем больше в партии людей, тем больше есть в количественном отношении людей, которые что-то там либо богатые, либо бедные, либо еще что-то. Поэтому в этом удивляться не надо. Если в Госдуме 70% единороссов, то понятно, что, скорее всего, самые богатые тоже будут единороссы. Потому что это такие люди. Надо проще к этому относиться и меньше раздевать рот. Потому что вопрос у них в доходе, а вопрос в законности этого дохода. Если он законный, тогда, да, значит, все по закону. Он имеет право. Вот у меня тоже иногда бывают халтуры. Я их декларирую. Вот мне заплатили 300 тысяч на телевидении за работу. Я задекларировал. Ну, а что я должен стесняться? Я заработал, я не украл эти деньги. Заработал, никого не принуждал. Честно отработал или еще там где-то снялся. Поэтому главная законность происхождения средств. И надо понимать, что самое низкое взывать к ненависти вообще к богатым. Потому что богатые люди... Я не богатый человек. Но я считаю, что богатые люди – это те, кто очень часто смогли заработать деньги. То есть они талантливые еще. Ну, очень так получается. Я надеюсь, что не все же богатые воры, а париотики. А есть много талантливых людей. Если примитно к американцам, которые богатые, мы говорим, ой, какой он молодец, там, Илон Маск, там, или еще какой-нибудь Амазон Ком. Какой ты молодец? То есть, когда это наши, наши собственные заработки сразу начинаются гнобить. Ну, я не думаю, что надо гнобить богатых людей, иначе они все уедут. Они же, понимаете, богатство, оно же интернациональное очень. Люди богатые уедут из твоей страны. Кто будет платить налоги? Кто будет давать рабочие места? Кто будет хозяином завода, на котором работают обычные люди? Никто. Но у вас еще мотоцикл задекларирован. Вы любите экстрим? Нет. У меня какой мотоцикл зарегистрировал? По крайней мере, указано в декларации, что мотоцикл у вас есть. BMW у меня GT800, F, GT800. Абсолютно такой умеренный мотоцикл. У меня их два вообще было. Я продал другой до этого. И катаюсь еще у приятеля беру. У меня Harley Iron 883. Вообще мягкий мотоцикл такой, олдскульный. Это не экстрим. Мотоцикл очень удобный передвигаться по Петербургу. У меня округ очень длинный. Очень длинный. У меня округ примерно километров 30. И мне приходится в пробках, особенно летом, стоять вообще не вариант. А я шлем надел, куртку. И все, и поехал в одно, в другое место. И понтов нет никаких. Я мотоцикл купил под трейдину. Совершенно официально. Мне не стыдно. И это и удобно, и прикольно. Я люблю ездить на мотоцикле. У нас звонок. Еще примем его? Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый вечер, Олег. Да, Олег. Задавайте. Господин Милонов, он не согласен с его по поводу богатых и бедных, особенно на постсоветском пространстве. Почему? Потому что все богатые люди на постсоветском пространстве, это они начали не с нуля. То есть, если бы всем, всему населению выдали по одной облигации, да, и тогда все пошли одинаковой дорожкой, да, во втором поколении уже богатые люди. А это впервые люди в поколении богатые. Да, задавайте вопрос, Олег, чтобы гость мог ответить. Вот, я с вами не согласен, прокомментируйте это. Да, спасибо вам. Ну, вот такая реплика. Что можете сказать, Виталий Валентинович? Давайте вспомним, что вообще-то мы все были более-менее одинакового уровня. Не одинакового уровня, были коммунисты, которые там партийной номенклатурой числились, сперли все золото в стране, все деньги в стране сперли. Они, да, были привилегированы. Остальные-то были более-менее одинаковые. Работали там инженерами и так далее. Я в Ленинграде, моя тетя в городе Огры или моя тетя в Тбилиси. Мы примерно одинаково, ну, все одинаково жили. Но там мои братья двоюродные, ну, в Риге начали бизнес, там, потом уехали, стали богатыми чуваками. Моя сестра там в Армении не стала богатой чувихой. Опять же, это, ну, нюансы. Поэтому я считаю, что мы должны провести такую некую моральную амнистию многих людей, потому что, ну, хватит гоняться уже. Ну, давайте, ну, придем к какому-то миру и скажем, что все, мы ни за кем больше не гоняемся, ни за кем не охотимся, не копаемся. Но мы говорим, что отныне мы там как бы вообще не будем щадить никого. Но искать, почему кто-то стал богатым человеком, это зависть. Мне кажется, природой является человеческой завистью, что мне не удалось, а ему удалось. Ну, слушай, ну, ему удалось и хорошо. Что тебе? От того, что ему будет плохо, тебе лучше от этого не станет. Виталий Валентинович, вы говорили о том, что в детстве вами больше занималась мама, так как папа все время был в разъездах. Вам не хватало его в детстве, папы? Ну, папа, нет, папа герой, конечно. Нет, и мама на нее очень много занималась, она работала. Мы там с бабушкой, с моей бабушкой немка такая была, Августа Лорх такая, очень консервативная женщина. Кюхе-кюхе-кюхе-кенда. Ну, папа, конечно, папа же военный, папа приезжает раз в несколько месяцев, он герой для меня. Но вы обижались за его отсутствие рядом с вами в детстве? Я, слушайте, да я, у меня много было родственников, нормально. Он же родине служит. Я понимал, служит родине, ему тяжело, там он в Африке. Ну, а и сейчас в вашей жизни, у вас шесть родителей, вы сказали, им хватает папы? Нет, не хватает. Я часто в Москве, часто в разъездах, вот, в разных местах там. Но зато как кайфово с ними провести время. Я вот на выходных с дочкой и с сыном, со средними, провел целый день. Такая вообще неописуемая радость. Я как будто неделю в отпуске был. Вы также говорили еще в одном из интервью, что, неся службу в Государственной Думе, вы мечтаете быть священником. Почему тогда не станете священником, если мечтаете? Ну, придет время, стану. А кто тогда будет заниматься этими вопросами в Государственной Думе? Кто там будет тогда? Крестоносцем? Вот. Этим воином света? Нет, ну, в Думе тоже надо работать. И у каждого свое предназначение. Конечно, мы хотели бы, да, там, кто-то хотел стать известным актером, или кто-то хотел бы стать очень богатым, но у меня есть свое предназначение, и я не скрою, я советовался со многими людьми духовными насчет того, идти мне в Думу или не идти, но принял такое решение. Знаете, самая большая проблема для меня, я вообще не держусь ни за что. Для меня там членство в Госдуме не является каким-то таким вау, мегабонным. Нет, я работаю там, да, и поверьте, я там никаких плюшек там золотых не зарабатываю. Это реально тяжелейшая работа, у меня около 550 тысяч избирателей, и я не могу, ну, на них наплевать, я реально там, у меня ни выходных, ничего нету, я не прибедняюсь, не жалуюсь, мне нравится, мне нравится. Но сказать, что это какая-то там синяя кора для меня, 100% нет. Поэтому я даже, я пытаюсь, иногда, правда, ленюсь, там, даже в социальных сетях иногда делюсь, что я делаю, куда я езжу, вот, ну, чтобы показать, что, да, я, к сожалению, не могу быть везде, во всех местах одновременно, но стараюсь быть, конечно. Вот вы сказали о том, что пожар в соборе Парижской Богоматери – это знак для Европы, правильно я вас понял? Слушайте, я как раз пытался максимально корректно указать, что не надо себя приравнивать к Богу, да, и говорить, что я знаю, что это Господь покарал, вот, за это и за то, и за сё. Нет, конечно, ну, Божий промысел – это Божий промысел. Но, безусловно, нужно понимать, что вся Европа сейчас и весь мир говорит про пожар в Нотр-Дам-де-Париж. И все переживают, там, сгорел такой пожар. Давайте вспомним, что Франция, Франция была инициатором военной кампании в Ливии. Там, где пожар до сих пор, с 2011 года не утихает. Каждый день, там, такие пожары, каждый день, там, сотни, десятки, сотни, тысячи жертв. Тысячи. Это больше сотни тысяч людей, я думаю, гораздо больше даже, умерло в войне, которую Франция развязала. Даже американцы не хотели есть в Ливию. Франция упросила. И этот пожар раздуло. И вот насколько наши разные отношения. Мы спокойно даже не замечаем человеческих жертв из жизни, трагедий целых стран. Которые где-то там далеко. И мы очень чувствительны к тем трагедиям, которые близко к нам. Вот я безумно, мне жаль собор Парижской Богоматери. Я там, кстати, был не так давно. И, честно говоря, нашел минутку для уединенной молитвы. И очень теплые у меня отношения есть. И мне очень жалко Нотр-Дам-де-Пари. Но давайте мы не будем лицемерны. Что иногда те, кто льет слезы по Нотр-Дам-де-Пари, а другой рукой расстреливают тысячи людей в этот же самый момент. У нас есть звонок сейчас? Да, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день, Александр. Да, Александр. Да, давайте вопрос. Господин Милонов, вот вы говорите, давайте все забудем, так сказать, и заживем хорошо. Ну, наверное, вам это удобно в Москве, в Питере, а как остальная нищая Россия. Разворовали все, а теперь забудем. Нет уж, извините, не забудем. Будет суд, и всех привлекут к ответственности. Вопрос такой к вам. Как вы думаете, вот Дума это орган государственной власти или это декорация, так сказать, администрации президента? И откуда вам зарплату платят? В администрации президента? Да, спасибо вам. Господин Милонов. Ну, хоть, спасибо, что хоть администрация президента, а не Барак Обама с блоком НАТО. Вот. И с зелеными братьями. Нет. Ну, вопрос такой. Мне кажется, человек больше хотел высказать свое наболевшее. Безусловно, есть негодяи, которые, ну, совсем негодяи-негодяи. Я как раз хотел конкретизировать, что я имел в виду, что нельзя жить в атмосфере поиска врагов. Да, есть преступления, которые совершены и требуют расследования. Да, вопросов нет. Но сама атмосфера, вот, она мне напоминает немножко атмосферу на Украине, да, там пришла новая власть, революция их, там, гидности, захидности, я уж не путаю, в этом диалекте плохо понимаю. И вот они пришли на волне ненависти, поиск врага, и там, но движет это зависть. Это же зависть главная, мотивация этих людей, а не тяга к свету. Но, в конце концов, у нас так много людей, которые считают деньги в чужом кармане. Ну, ребят, а в своем заработаете, а для своей семьи лучше заработаете. Ну, что вы живете? Я вот в нищете живу, ничего делать не буду, потому что сосед сволочек. Ну, это неправильный подход. Ну, ведь вы сами говорите о том, что вы тоже стараетесь бороться со злом. На ваш взгляд, это не является поиском врагов, их вычислением, вычленением и какими-то действиями? Сейчас, злом сейчас, злом, стратегическим злом, то есть тем злом, которое, не будучи остановленным, как вирус, захватит весь организм. Как раковая клеточка, которая появляется, вот, предположим, идеология ЛГБТ, это раковая клетка общества. Она появляется, если не остановить, не задушить химиотерапию. Все, она захватит весь организм. Это определенный процент людей, которые являются гомосексуалистами. Их немного. А если говорить, скажем, о тех людях, которые воруют, вот, на ваш взгляд, все-таки, нет ли угрозы там, а не в районе ЛГБТ? Ну, давайте не будем людей штрафовать за езду на красный свет, поскольку есть люди, которые сбивают людей. И давайте сначала арестуем и оштрафуем всех, кто сбивает людей, а потом будем заниматься теми, кто ездит на красный свет. А потом теми, кто паркует машину неправильно. Ну, это жизнь-то, это не инфузория туфелька, да, вот, которая идет, там, свое одноклеточное плывет и сожрет одну какую-то там козявку мелкую. Нет, жизнь более тяжелая. Есть явления, которые вызывают системные заболевания, будучи, так сказать, вот, по мере развития. Поэтому вот такой вопрос, ну, такая реплика всегда, что давайте бороться с врагами, давайте. Давайте бороться с террористами, тоже давайте. А почему мы должны бороться с одним, ну, грубо говоря, одно зло мы должны побеждать, другое зло мы должны пропускать. Нет, ну, каждый занимается своим делом. Если борешься с ворами, борись, и я, ну, честно преклоняюсь перед теми, кто занимается борьбой, там, с воришками. И сам стараюсь участвовать, ну, по мере необходимости и возможности. Какой вы видите Россию будущего? Какой она вам представляется? Красивый. Красивый. Видите, Россия, Россия это слишком самобытное, уникальное явление в мире. Ее не надо моделировать, ее не надо конструировать. Она сама, как видите, это нетварная краса, Россия. Это, прошу прощения, не искусственная, там, протекторат, там, какой-нибудь богемии и моравии, который можно сделать таким, можно другим. А хочешь, сделай республику, а хочешь монархию. Россия это как саяны, это как красота неземная, понимаете, ее не надо делать, ей нужно дать возможность жить, жить полноценно. И тогда она будет радовать нас не какими-то грубыми Макдоналдсами, да, она будет радовать вас подлинной красотой. Главное, не травить ее, не пытаться ее привести к какому-то шаблону губительному. Да, выгнать Макдоналдса, например, там, транжиры не использовать, там, перестать людей кормить гадостью. Вот я, вот я за что борюсь, да, у меня говорите про голубых, а я, про голубых я вообще не думаю. Мне вот больше волнует Макдоналдс и фестфуд, да, вот это вот действительно беда для нашего общества, я с ней борюсь, да. Но никому не интересно, потому что Макдоналдс это часть современной либеральной культуры консюмеризма. Это их символ, они не хотят в этом признаваться. Вот, а вы говорите разум и оппозиция. Но оппозиция, которая живет в Макдоналдсе, не оппозиция. Ну что ж, на этом мы сегодня закончим наш эфир. Валерий Милонов, депутат Государственной Думы, был гостем программы «Абонент доступен». Спасибо вам, что нашли время и вышли в наш эфир. Да, спасибо вам, Виталий Валентинович, всего доброго и до свидания.